Они тихонечко под этот шумок клепали новые ядерные боезаряды, они проводили ядерные испытания, это я вам впервые говорю, у нас очень хорошая сиспическая станция, и вдруг мы обнаружим какие-то толчки, которые очень характерны для испытания ядерных зарядов малой мощности. В сознании ни одного белоруса никогда не должна существовать мысль о том, что в случае польского или натовского нападения на Белоруссию, Белоруссия останется одна. Этого никогда не будет. У нас была поправка, внесенная в ядерную доктрину. Раньше там говорилось просто, что Россия никогда не нанесет первый ядерный удар. Весьма, возможно, что будет такой момент, когда мы будем для защиты своего союзника, равно как и своей территории, мы будем использовать ядерное оружие. Виктор Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Два таких главных события, на мой взгляд, которые сейчас активнее всего обсуждаются в информационном пространстве, это послание президента России к федеральному собранию и, ну, наверное, неожиданный визит Байдена в Украину. Начнем со второго, если вы не против. Вот как вы считаете, для чего Байден вообще поехал в Киев, если изначально он собирался, по крайней мере, это было озвучено публично, посетить только Варшаву? Ну, то, что он собирался посетить только Фаршаву, это такой фальшход режиссеров его команды в Белом доме. Это для того, чтобы запутать, ну, а заодно еще так подбросить перчику для этой информации, что вот видите, он еще теперь в Киеве неожиданно оказался. Ну, вы знаете, для России он не был неожиданным, потому что во время его визита американцы попросили нас не шумить. Вы это знаете. Мы по-рыцерски соблюли это обещание, хотя украинцы и тут устроили подлый концерт безо всякой необходимости. То есть, вы знаете, во время визита Байденовки была включена могучая воздушная тревога. Да. Ну, а теперь в целом. Давайте, буду говорить без всякой предвзятости и, как всегда, с максимальной откровенностью. Я понимаю, что визиты не только Байдена, но и других премьеров и президентов – это своего рода сигнал солидарности представителей тех странских. Это совершенно понятно. Как бы не хотелось кому-то понимать или тут по-другому обзывать это шоу, концертом и так далее. Вы знаете, это уже больше эмоций, тут больше, может, некая ревность, может, зависть. Ну, может быть, такого, вы знаете, неприятного, неприятия, если можно сказать, вот этого самого факта. Факт остается фактом. Байден приехал в Киев. Байден привез кучу новых обещаний. Байден себя вел, как барин, возле которого суетился служка по имени Володя, вы видели. Конечно, тут можно изгаляться до бесконечности. Тут можно изгаляться до бесконечности, хотя бы потому, чтобы по поводу приезда президента, как стороны Соединенных Штатов Америки, можно было бы и туристические ботиночки снять, и пиржачок купить посолиднее, там одеться и так далее. Но, видите, Зеленский корчит из себя Че Гевару. Это совершенно понятно. Знаете, ему хочется вот выглядеть таким. Ну, с одной стороны, тут вроде бы можно понять. Страна воюет, страна в войне, недочопорных бантиков, галстучков, белых рубашек. Но, с другой стороны, все-таки дипломатический полицейский нужно хотя бы в элементарных канонах соблюдать. Ну, что в итоге? В итоге много шума. В итоге много очередных обещаний. В итоге такая концертная демонстрация единства Украины с Байденом. Ну, что еще? Опять деньги, опять оружие, опять заклинание, что мы будем помогать Украине до конца и так далее. В итоге, когда начинаешь анализировать, то сито, в которое пытались американцы залить воды, оно оказалось пустым. Ну, знаете, все, что сделал Байден в Киеве, это же можно было сделать и бесприестно. Правильно, да? Но какой-то такой особой необходимости в этом не было. С другой стороны, начинаешь думать и о том, что, в общем-то, заезжая в Киев, Байден уже готовился к новым своим выборам, да? Потому что, вы знаете, немалая часть американского народа, она все-таки его поддерживает. Давайте не сгаляться. Я не люблю, когда... Я очень не люблю, особенно, когда мужики там указывают на возраст. Этого делать нельзя. Хотя бы из таких элементарных человеческих приличий, понимаете, да? Ну, что, Байден, видно, подумал и о том, чтобы, в общем-то, пошубить в Европе. Ну, естественно, заехал и в Киев, и в Варшаву. Ну, в Варшаву я уже несколько раз говорил, и вы это, братья-белорусы, знаете, что Варшава в последние годы особенно превращена в главную антироссийскую овчарку. В главный такой натовский или американский такой танк, стволом свои нацеленный на Россию. И Польша, вы видите, становится хабом, куда стаскиваются все эти вооружения, а потом оттуда следуют на Украину. Из чего я скажу ехидно, нам бы пора, уже давно, уже пора России сделать выводы. Пора уже переставать сидеть на пригорке, курить приму и видеть, как танковые колонны ползут через польско-украинскую границу на Украину, где убивают российские солдаты-офицеры. С этим надо заканчивать. Это одна из стратегических задач наших. Особенно актуально звучит сейчас, когда НАТО наобещало там горы новых вооружений. Вы охарактеризовали поведение Зеленского во время этого визита, как слуга, который суетится перед хозяином. Но мне кажется, то же самое применимо и президенту Дуде. Вы, наверное, слышали, что он сказал, что лозунгом польского председательства в ЕС будет больше Америки в Европе. Да. Это фирменные польские слова, которые говорят об апофеозе польского лизоблюдства. Вообще вот это польское лизоблюдство, которое проявляется устами лидеров этой страны, оно унижает польский народ. Вы видите, Дуда, взобравшись на готовной польской власти, он считает, что укреплять его кресло можно только тогда, когда именно целовать ботинки Байдену и зазывать Америку в Польше. Я бы, конечно, тут банально вспомнил слова Черчилля, по-моему, когда он сказал, что Польша – это главная гиена Европы. Да, там такое было высказывание. Она невероятно счастлива от того, что все-таки и НАТО, и Соединенные Штаты Америки переключили свое внимание с Германии и Франции на Польшу. Они такое, вы знаете, вы наверняка видели, как разрушают старые дома и подъемному крану подвешивают такую большую чугунную гирю, большую, и с помощью нее валят старые стены и так далее, разрушают. Вот в каком-то образе мне кажется, что Соединенные Штаты Америки сейчас превращают Польшу в эту чугунную гирю, а она правильно называется чугунной бабой, для того, чтобы разрушать российские стены. Это совершенно понятно. А если учитывать, что Польша сказала, что она добьется самой сильной армии в Европе, вы знаете, сейчас 160 тысяч, а планируют 300. Они же 4% ВВП собираются выделять на ВПК. Да. Ну, это верная баллонка НАТО и Соединенных Штатов Америки. Она и тут пытается быть впереди вот этих всех нестроенных натовских рядов. Вы видите, с какой интенсивностью Соединенные Штаты охотно накачивают Польшу оружием. Вы видите, что Польша, одной из первых стран в Европе, полностью перешла на натовские стандарты. Короче говоря, вы знаете, я подумал, вот тут, конечно, о Киеве. Вы видели, когда догадались поляки, да, поляки, Польша же застелила дорожку цветами флага украинского, да, желто-блокитный флаг, да, там придавали этому вопросу большой символ. Ну, Багдин очень старательно Польша вытер ноги государственный символ Украины. Это достаточно тоже такой, знаете, очень серьезный момент. Государственный флаг Украины превращен вообще в такую дорожную тряпку, что тоже нельзя не обратить на что внимания. И кто до этого додумался, ну, а поляки ведь придавить этому значение. Другое, что эта дорожка лежит к польскими дверями, к европейскими дверями, и по ней идет Байден. Я сегодня обратил внимание, дорогой друг, и на другое. Байден, выступая в Польше, оказался вот в этой стеклянной клетке, как в зоопарке, да, и это тоже нельзя не обратить внимания. Мне кажется, только папа автомобиль, вы помните, был полностью обшит стеклом, да, пули не пробивая. Я вот думаю, приехал Байден в самую преданную Соединенным Штатам страну, а тут вот в Польше, которая его, казалось бы, там хорошо натренированными аплодисментами, флажками, и возрастом встречала, вдруг оказался в этом аквариуме, в этой клетке, да, в зоопарке, да. А что, почему? Я думаю, я думаю, что польские спецслужбы подозревали, что может быть всякое с Байденом на польской земле, и этого очень серьезно боялись, а потому как боялись, потому и пытались застраховать себя от всяческих неприятностей. Ну что, визит получился шумным, дорогой брат, из-за нашего с вами участия. Вы видели, что вот эти два дня, два события, которым мир был прикован, это, конечно, послание президента России, и, конечно, визит Байдена. И мировая пресса из-за отсутствия других новостей, ну, невероятной активностью муссировала этот визит, раздувала его и так далее. И тут наш брат, конечно, журналистом, чужие российские, я считаю, должен был очень крепко подумать, чтобы минимизировать пиар вокруг визита Байдена. А у нас это есть, у нас это есть, мы такие жадные до информации, до каких-то деталей, ну, что тут сделаешь, но это одна сторона вопроса, картинка, детали и так далее. Но нужно же большой думать о том, что мы фактически занимаемся пропагандой и рекламой, я повторяю, и пропагандой, и рекламой. И здесь нужно выбирать очень тон, чувствовать грани, когда надо остановиться и сменить кадр, а когда наслаждаться в течение дня только одной личностью и мусолить фактуру, а начиная от фирменных ботинок президента США и заканчивая его шапочкой, бейсболкой. Ну, так бы я ответил на ваш вопрос. И вот вы очень интересно выразились, когда назвали Польшу вот этим чугунным ядром, которое призвано рушить стены России, но здесь же нужно понимать, что на пути Польши к России есть Беларусь. И именно она может первой попасть под удар вот этого чугунного ядра, учитывая то, сколько войск НАТО сосредоточено у западных границ союзного государства. Я говорю вам, как бывший офицер Генерального штаба, Центрального аппарата Министерства обороны, который, может быть, знает больше, чем мог бы сказать, но я всегда говорю беларюсам священную правду. Я всегда говорю, что в сознании ни одного беларуса никогда не должна существовать мысль о том, что в случае польского или натовского нападения на Беларусь, в случае Беларусь и останется одна. Этого никогда не будет. Я не хочу сейчас произносить высокие слова, но я опять и опять скажу. Каждый метр, тем более километр беларусской земли, будет защищаться так же российской армией, как любой клочок земли российской. Пусть у беларусского народа никогда не будет сомнения. А я хочу вам поделиться такой моей давней радостью, на которую не все обратили внимание, но я как военный человек и обратил на это внимание. Вы знаете, что у нас была поправка, внесенная в ядерную доктрину. Раньше там говорилось просто, что Россия никогда не нанесет первый ядерный удар. А сейчас появилась поправка, что мы будем, конечно, если враг полезет даже на территорию, внимание, России, внимание, вот оно, вот оно, а также ее союзников, то весьма возможно, что будет такой момент, когда мы будем для защиты своего союзника, равно как и своей территории, мы будем использовать ядерное оружие. Я хочу, чтобы беларусский народ очень твердо это усвоил. Вот те наши ядерные ракеты, которыми мы сегодня располагаем, они предназначены в наших нынешних условиях не только для защиты России, но и наших союзников. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И я знаю настрой российского народа, знаю его невероятно доброе отношение к беларусам. А так было ввелено судьбой, историей, что сегодня Беларусь у нас осталась, пожалуй, единственным, внимание, и наиболее надежным союзником. И для меня сейчас крайне печально сказать вам, что есть в России мои коллеги, которые во время недавнего визита батька Лукашенко в Россию пытались поизгаляться над ним. Я бы хотел попросить прощения у президента Беларуси, прощения за тех долбидонов, которые давали очень невежественные оценки визиту батька Лукашенко, говоря о том, что он приехал у Путина деньги выпрашивать, говоря о том, что он приехал торговать суверенитетом, говоря о том, что он приехал продавать Беларусь. Вот за эти слова моих сограждан мне сегодня очень стыдно. Ну, знаете, это такие глупости, которые озвучивают в том числе и наши сограждане, за которых мне тоже стыдно, но которые при этом находятся либо в Польше, либо в Литве, либо где-нибудь еще дальше, которые... Я встречал их в Беларуси. Я встречал в Беларуси. Когда я приезжал однажды на учение, на учение, и мы шли к ООНу на один из беларусских поликонов, то возле одного села мы встретили людей, небольшую группу с плакатиком. «Русский Иван, иди вон, здесь водку не продают». От этого никуда не денешься. Народ разный, есть разный настрой. И разный настрой, есть, вы правильно сказали, людей, которые попрятались по ту сторону белорусской границы в сопредельных странах, и оттуда кидаются дерьмом и на Белоруссию, и на Россию. Но есть они, к великому сожалению. Конечно, я говорю о пятой колонии. Они есть и в чреве России. Они есть и в чреве Белоруссии. Вот с этой данностью нам приходится жить. Для того, чтобы остудить пыл у таких вот, я не знаю, мягко говоря, националистов, есть такая отличная статья в Уголовном кодексе, как «Расшигание межнациональной розни». И за такие плакатики, типа «Иван, убирайся домой», можно понести соответствующую ответственность. Я внимательно свяжу, как государственная власть Белоруссии реагирует. И даже больше вам скажу. У нас по этой части в России надо поучиться у белорусов. Понимаете? Потому что мы заигрались в либерализм так, что у нас сейчас государство, любой пошляк запросто вытирает ноги. В том числе и в средствах массовой информации. И я уже не говорю о тех, кто сбежал из России за время специальной военной операции, и кто оттуда льет, по-моему, на Россию. Но мы здесь уже почесали репу, и мы уже тоже кое-что делаем. И делаем не только, что занося их там вина агентов, мы уже кое-кого укладываем и на нары. Что меня радует. Государство, которое позволяет вытирать о себе ноги, оно не достойно быть великим. Россия должна быть такой, так же, как и Белоруссия. Да, не говоря уж и о том, что ноги вытирают в том числе и российскую армию. Но, к счастью, в России тоже криминализировали статью о дискредитации российской армии. Так что я тоже думаю, что потихоньку это, наверное, искореняться будет все-таки. Да, да. Безусловно, вы правы, я вижу, меня это радует. Я даже недавно провел передачу, которая так и называлась «Кто стреляет в спину российской армии». Ну, я имею в виду той армии, которая сегодня в окопах, которая там грызет окопную пыль, сражается, видит кровь, видит раны, которая делает великое государственное дело. Но, а если все-таки вернуться ко второму важному инфоповоду, такому как послание президента России федеральному собранию, то, наверное, самое громкое заявление Владимира Путина связано с тем, что Россия прекращает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Что это может значить, ну, в первую очередь, для Запада? Потому что посыл-то был именно им в первую очередь. Давайте я кратенько постараюсь вам доложить суть вопроса. Итак, мы подписали этот договор СНВ-3, да, лет 11 назад. Договор шел трудно. Американцы ритуально пытались нас обдурить. Вы знаете, они пытались, оформляя договор, пытались повести себя так, как «Пятница» в известном романе там с тузерцами себя вел, пытаясь выдавать бутылочные стекла за бриллианты. Они пытались реформировать этот договор в своей выгоде. Более того, они пытались втистывать в него наше лучшее вооружение, которое к старому тексту договора не имели никакого отношения. То есть все наши гиперзвуковые вооружения. Я, размышляя об этом, я вспомнил доброе советское время, когда мне надо было, ну страшно купить для семьи холодильник, но я его не мог купить, потому что мне рядом с холодильником надо было купить банку трехлитрового бурых помидоров и четыре пачки гречки. Вот тогда мне его продавали. Вот так же пытались точно и обдурить нас американцы, мы на это не пошли. Договор мы пролонгировали, но тут начались американские козли. Американцы все время что-то не устраивали. Трамп топал ногами на генералов и говорил, что этот договор он унижает нас, Россия получает колоссальное преимущество и так далее. Американцы все время передавали. Их не устраивало, они то меняли заявленные районы для инспекторских проверок, то их не устраивало там, как мы это показываем и так далее. Хотя нас тоже дурили и дурили со страшной силой. Ну, например, мы сами тоже лопухнулись очень серьезно. Они предлагали, допустим, один стратегический бомбардировщик считать за одну ядерную ракету. Хотя в этот стратегический бомбардировщик может залезть 12, а то и 24 ядерных ракет. Вы знаете, ну мы ради того, чтобы не накалять обстановку, мы пошли и на это. Но что самое главное, что нас, в общем-то, начало все больше беспокоить, ведь этот договор российско-американский, понимаете? Российско-американский, никого здесь не присут. А сейчас же мы начали, поскрепили опять репу и посмотрели. Против нас же вражески настроена и Англия, и Франция. А у них же ведь тоже есть ядерное оружие, кстати, которое тоже замыкается на красную кнопку. Пентагония, внимание! И теперь, когда мы сложили ядерные потенциалы Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании, и вдруг поняли, блин, мы же по ядерному потенциалу вражеским ядерным странам НАТО очень уступаем. А какой паритетности записанной, кстати, в этом договоре может быть речь. Так дальше не пойдет, сказал Путин, хватит нас дурить. Ну и в конце концов, и по этой причине. И по причине того, что эти страны крайне агрессивно настроены против России в ходе специальной военной операции, Кремль пришел к выводу, что надо с этим заканчивать. Более того, я вам скажу, Путин же ведь сказал открыто, у нас есть информация, что американцы продолжают уже из теоретической плоскости изучения разработок новых ядерных вооружений, и они уже приходят по Алтечку, и мы знаем, какие ракеты, какие ядерные боеголовки они там испытывают. Там очень серьезный фокус они придумали, присобачивая там ядерные боеголовки малой мощности для своих гиперзвуковых вооружений, чтобы сделать в случае ядерного конфликта такой массированный запуск гиперзвуковых вооружений и нас обезоружить. Этот ваг мы тоже в Кремле учитывали. Вот потому и было принято такое решение. Мы сейчас вступаем в новую эру. Вы знаете, ведь говоря о приостановке своего участия в СМВ-3, Путин ведь сделал сигнал не только Вашингтону. Он сделал его и Парижу, он сделал его и Лондону, а он еще сделал еще восьмерым членом ядерного клуба. Подчеркиваю, официальным членом ядерного клуба. А таковых вообще нас всех в ядерной копашке, нас сейчас девять. И еще порядка шести, семи, восьми государств, который втихаря мастырит ядерное оружие. Вы понимаете, сейчас Путин послал сигнал миру. Ребята, мы уже под завязку перегружены ядерным оружием. Это может к добру не привести. Надо вырабатывать новые правила, справедливые правила игры по контролю за ядерным оружием. Ведь вы понимаете, пока мы тут суетились с американцами и спорили у нас, претензии были к американцам, у них были. Они тихонечко под этот шумок клепали новые ядерные боезаряды. Они проводили ядерные испытания. Это я вам впервые говорю. У нас очень хорошая сейсмическая станция. И вдруг мы обнаружим какие-то толчки, которые очень характерны для испытания ядерных зарядов малой мощности. Американцы говорят, что вы? Они за скобками все это. Тогда вы что? Ну, как всегда, как северный поток. Подорвали. Мы говорим, ребята, вы дайте нам. Нет, нет, это неправда. А вы помните, когда Боинг был сбит, они же нам до крови в горло вгрызались. Путин, докажи, что это не ты. Вы же посмотрите, включили ООН. Они все институты включили. Мы сейчас скромно обращаемся. Давайте, американцы, убедите нас, что это не ваше хорошее дело. Нет, нет. Это чрезвычайно важный террористический акт, я вам скажу, грязный террористический акт, который может привести к очень большим последствиям. Я вам сейчас скажу грешную вещь, грешную вещь, что бы я сделал. Ну, вы понимаете, у нас здесь есть возможности, например, стегловолоконный кабель рвануть между Лондоном и Вашингтоном. Ну, так случайно там, вы понимаете, да? Или, допустим, корабль, который идет с американскими танками куда-нибудь там в сторону Польши, он может напороться на мину Второй мировой войны. Правильно? Ну, ну, мин же много и плавают. Они там уже и в Турцию приплыли, и в Батуми уже взорвались и так далее. То есть вы видите, в какую плоскость может перейти международное отношение плоскость взаимного мщения. Но провокаторами в данном случае, вы видите, поступили Соединенные Штаты Америки. Они страшно боялись наших и политических, и экономических отношений с Федеративной Республикой Германии. Ну, а теперь они короли. Они подмяли всю экономику, во всяком случае, на газовом фронте Европы, и теперь они короли. А теперь же они накачивают Европу своими танками, своими вооружениями. А Европа, которой вы сказали, 4% ВВП. Вы что думаете, из кармана польских налогоплательщиков заплатят и за американские танки. А вместе с американскими танками ведь придет и обслуга, придет и запасные части, и придет военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Он сейчас задыхается от бабла. Это такой ренессанс. Это такая бешеная прибыль, которой не было в Соединенных Штатах Америки со времен Второй мировой войны. Но Владимир Путин, по-моему, опять же, в послании к Федеральному собранию ясно дал понять, что в случае с Россией ядерный шантаж недопустим. И в случае испытаний ядерного оружия Америкой Россия тоже может вполне возобновить свою деятельность на полигоне на новой земле. Да, уже такая команда последовала. Министерство обороны, Росатому, приготовится. Но Путин же что сказал? Мы не будем делать этого первыми. Как только мы получим абсолютно проверную, достоверную информацию, докладываю вам, мы рванем. И, может быть, не только на новой земле. У нас есть несколько полигонов, где мы могли бы провести испытания ядерного оружия, чтобы не отставать от наших главных, скажем так, оппонентов. Ядерных оппонентов. И, кстати, с момента начала специальной военной операции, по-моему, очень заметно изменилось поведение Китая. Если вначале они старались придерживаться какой-то такой более нейтральной линии поведения, то сейчас они все активнее и прямее заявляют о том, что они все-таки на стороне России. Да, это так. Да, это так. Спасибо, скажем, осторожно скажем Пекину, спасибо за его линию поведения. Мы видим особенно сейчас отношения Китая, когда Ванни приехал, да, когда получил приглашение Син Цзинь, которого мы ждем с нетерпением. Это самая большая неприятность для Вашингтона и всего и всего НАТО. Но я бы обратил внимание на два аспекта. Вы абсолютно правильно сказали, что сейчас у нас особенно потеплели отношения с Китаем. Кстати, однажды Син Цзинь Пин сказал, что дурацкая политика Соединенных Штатов Америки заставляет нас быть в одном окопе с Россией. Это знаменательные слова, и они очень много, очень дорого значат для нас. Но я бы обратил внимание на то, что Китай из-за того, что его экономика все-таки страдает, все-таки планы в Европе продажи китайских товаров уже все-таки вы понимаете, уровень снижается. И Китай заинтересован в том, чтобы в Европе был мир, да и на Украине, и в России, чтобы никто не воевал и так далее, потому что страдает китайская экономика. Так что здесь есть разные аспекты. С одной стороны это такое союзическое, не побоюсь сказать, миролюбие и моральная помощь нам, а с другой стороны Китай решает свои проблемы. У него возникают в общем-то большие экономические проблемы, и он бы этого не хотел, и мы это прекрасно понимаем. Но Америка боится, конечно, самого главного укрепления связей. вы знаете, когда говоришь с китайскими политиками, они все что угодно говорят о том, что мы партнеры, что мы друзья, что у нас там хорошие военно-технические отношения, торговые, экономические, но когда говоришь слово о военном союзе, здесь китайцы пока, это китайская философия, сказали, мы пока к этому не готовы. И это китайская мудрость, понимаете, кто знает историю Китая, кто знает стратегию, тактику международных отношений китайских, тот знает, что он очень осторожно относится к военным союзам. Ну что же, как говорится, и за это Китай спасибо. Мы дружим, и этот фактор, я думаю, еще сыграет в первый раз очень важное значение не только для российско-китайских отношений, но вообще для ситуации в мире. Вот вы уже в ходе разговора упоминали танки, которые сейчас собираются активно поставлять в Украину, но недавно тот же Небензиев заявил, что с момента начала СВО Россия уже уничтожила несколько тысяч танков и несколько сотен, они погоды на поле боя особо и не сыграют. Но как вы считаете, какое стратегическое преимущество вот эти несколько сотен западных танков могут дать Украине? И способны ли они хоть как-то переломить ход боевых действий в пользу ВСУ? Я военный человек и страшно не люблю пропагандистские шаблоны, когда надо охаивать оружие врага. 700 танков достаточно серьезная сила. Но эту ситуацию надо наложить на длину фронта. Она у нас в одном случае там ну около тысячи километров, чтобы вы знали. 700 танков на поле боя, но их же не будут российские противотанкисты сейчас хлебом с солью с музыкой, да? Они же и будут бить, как они сейчас перебили огромное количество тех же украинских танков. Это раз. Значит, тем не менее, если все это попадет заявленным 700 танков на поле боя, у нас будет определенная головная боль. Но мы ее должны избежать. У нас есть стратегическая линия. У нас есть два способа решить эту проблему, чтобы превратить эти танки в горящий металл. а встречать эти танки на точках входа. Откуда бы они не ползли? Ползут они через польско-украинскую границу, через польско-славянскую или по-румнею. Они должны там уничтожаться. Потому что есть простое такое житейское правило. Вы знаете, мышей, которые залезают в амбар, лучше ловить у той норки, прямо у той норки, куда они пролезают. Это одна. Если нам не удастся решить эту проблему, эти танковые армады расползутся, то нам придется их выклевывать поодиночке, затребовать и авиацию, и противотанковые средства, и вылавлять разведку, и авиацию, и так далее. Это уже будет проблема другого порядка. Наша стратегическая задача порубить это боевое железо Запада и сделать, убедить Запад, что эти его поставки бессмысленны. Они могут стать даже бессмысленными, перерубим горло горючки западной, которая идет для заливания баков на этих танках. горючих, а там не все горючее можно заправлять, украинское, азербайджанское или румынское, там очень капризное горючее, и мы это тоже учитываем. Подводя итог ответа на свой вопрос, я скажу, если мы не отреагируем на эти западные поставки, нам придется оттягивать сроки выполнения задач, поставленных в ходе специальной военной операции. Это совершенно очевидно и понятно даже простому обывателю. Но дело в том, что это не будет поставлено одномоментно. Посмотрите, там, где же обещали, уже нам обещают на март, и украинцам обещают, кто-то на сентябрь, а кто-то говорит, вы знаете, мы будем поставлять это в 2024-2026 году. Если будут поставляться мелкими порциями, то мы будем мелкими, это нам облегчает задачу, мы будем мелкими порциями и вырубать. И еще одна тема, связанная с СВО, которая сейчас наиболее активно обсуждается, по-моему, это бои за Артемовск, он же Бахмут. Вот я недавно с одним российским экспертом общался на эту тему, и он назвал это боями местного значения. Ну, то есть не очень важными. Я бы не говорил так. Я не говорил, вы знаете, у нас в России развелось очень много военных экспертов, которые получают генералов армии, военных министров, как надо жить. У этих людей очень серьезные воинские звания. Рядовой, ефрейтов, лейтенант, капитан, понимаете, да, они себе уже позволяют иногда даже подсказывать Верховному Благокомандующему, какого генерала надо снять с должности, какого назначить, понимаете, я сам принадлежу к категории военных коров, и я все время боюсь, самое страшное, это учить генералов, как надо воевать. Но теперь идем к Бахмуту. Это не бои местного значения, это ключевой опорный пункт на той дуге, где украинская армия влезла в чрево Донецкой республики. Это опорный пункт. В Бахмуте огромное количество капитальных строений, в которых иногда стены достигают почти 100 метров, понимаете, Бахмут великолепно укреплен украинцами, Бахмут усеян, как белорусская булочка маком, усеян минами. Вы попробуйте туда пролезть и пройти. Это далеко. Это имеет стратегическое значение и моральное, и военное и политическое значение для Киева. Почему сейчас идет большая возня? Я знаю, когда мы возьмем Бахмут, Зеленский опять скажет, вы знаете, я держал этот гарнизон только потому, что он перемалывал российские войска. И вот когда максимальное количество перемелет, я приказал им вот это. А он уже говорит что-то подобное. Он говорит, что мы держаться за него не будем. Для нас предвзвучайно важно. Вот эта дуга, вот я показываю руками, вот эта дуга в центре, в которой находится Бахмут, нам надо поломать этот хребет, прорвать его, потому что после взятия Бахмута мы выходим в поля и в бинокль уже будем видеть главный опорный стратегический пункт украинской армии, это Славянск и Карматорск. Вот потому они за Бахмут и держатся зубами. Кстати, вы знаете, у нас же тоже есть разведка, у нас же тоже есть своя агентура, которая нам исправно докладывает, что идет грызня между Залужным и Зеленским, уже идет грызня между Залужным и Пентагоном, уже орут американские советники на Зеленского и Залужного, вы там губите тысячи людей, и за какого-то Бахмута надо стрелять и так далее, и в общем-то свары идут очень серьезно. Но если вы меня сейчас спросите, когда будет взят Артемовск, он же Бахмут, то я бы в отличие военных аналитиков звания нефрейтера для сержанта, я бы не спешил делать какие-то конкретные. У нас есть расхождение. Пригожин говорит, в общем-то, что для Бахмута надо несколько месяцев, да, а он знает, что говорит, он знает, что говорит. И мне кажется, что нам не надо брать Бахмут, как в советское время годовщине или там какой-нибудь военачальника или какого-нибудь национального правильника. Нам надо спокойно, нагло, напористо, с минимальными потями выдавить противника из Бахмута и открыть себе дорогу на Славянске, на Краматорске. Там, еще раз повторяю, там может случиться генеральная битва, когда мы с вами будем говорить о переломном моменте специальной военной операции. Но дорога в дюнах еще далека и сложна. Я вот кстати пытался изучать этот вопрос и еще как я понял важность взятия Бахмута заключается в том, что там сосредоточен железнодорожный узел, по которому идет большая часть военных подставок для украинской армии на Донбассе. Если я правильно понял. Для группировки вот так оно будет для группировки. Да, вот почему мы сейчас и занимаемся перерезанием этих дорог. Вот когда мы перерубим эти все артерии, а украинцы хитрят, когда мы парочку дорог все-таки перехватили и замкнули, они пользуясь тем, что земля еще не раскисла и стали накатывать дорогу вдоль посадочек огольными путями таскать снаряды и резервы. Мы это тоже видим. Как только нам удастся наглухо, я вот это не люблю. Знаете, есть некоторое лицемерие, лукавство, когда те же военные аналитики говорят, Бахмут находится в тактическом окружении. Вы знаете, любой опорный пункт противника, он либо находится в окружении, либо не находится в окружении. Понимаете? Когда он находится в окружении, то все, сто процентов консервная банка запаяна, все, там уже нету выхода из этого. Вот это называется окружение. Сегодня полного окружения, повторюсь, полного окружения Бахмута нет. Сегодня противник сопротивляется, сопротивляется яростно. Мы уже доходим до этого, уже нам жалко, что бездарные политики генералы украины так не жалеют своих солдат. Ну, что там за солдат? Там процентов 60 это терророборона. Террорные учителя, студенты, слесари, врачи и так далее, которые слегка поучили стрелять. Но есть, конечно, матерые подразделения. Вот эти матерые подразделения Пентакон говорят, выгоняй Зеленский, уводи, уводи, чтобы спасти ядро при формировании новых корпусов. А там их пытаются сформировать аж два или три, уже это называется резервной армией, там чисто такая под 70 тысяч человек. Ну, посмотрим, посмотрим. Главное, чтобы мы об этом все знали и вовремя принимали решение и вовремя делали выводы из тех ошибок, которые мы натворили в ходе специальной военной операции. И вот еще такие интересные новости поступают из Молдовы. Новый премьер-министр, я думаю, вы слышали об этом, заявил о том, что из Приднестровья необходимо вывести российскую группировку войск. Я думаю, Россия это без ответа тоже не оставит, если они будут настаивать. Это старая молдавская сказка. Просто новая тетка ее теперь пересказывает. Или старая молдавская мечта, такая же мечта, как о возвращении Крыма, такая же мечта, как о возвращении Курил или Калининградской области. Пусть они выявят в эту сказку. Для нас Приднестровье это тоже стратегический объект. И я вам по большому секрету скажу, если у нас пойдет все удачно, то у нас впереди и полный контроль над Запорожской областью, полный контроль над Херсонской областью, а потом же ведь Николаев с Одессой. А Одесса граничит с чем? С Приднестровьем. Я думаю и я мечтаю об этом и буду молиться, чтобы это сбылось, чтобы Приднестровье стало еще одним субъектом Российской Федерации. Так обязательно будет. И тот свой контингент, полторы тысячи у нас и Приднестровскую армию мы в обиду не дадем. Селенок у нас для этого есть. Ну я еще кстати сначала СВО предполагал, что Россия она ну как это сказать попробует пробить себе коридор до Приднестровья. Ну чтобы впоследствии да оно может быть и стало субъектом России новым. Вы понимаете как-то нелогично получается. Мы пришли на юг Украины полностью контролировали Луганскую область, половину Одесской, какие-то территории Ферсонской, Запорожской области. Ведь это же земля полета кровью русского солдата, российского солдата. А теперь же у нас впереди Черное море. Да раз уж пришли на юг то было бы неразумно неразумно и в общем-то освоиться при Черном море исконно российских, на исконно российских землях. Я знаю, что это кому-то страшно не понравится, а я повторяю, это исконно русский, если хотите, российское время, слиняйте пальцы, читайте, читайте архивы. И уж, конечно, если мы возьмем под контроль Одесскую область, там же не то, что в бинокле, там же просто будет видно уже предистровье. и в общем-то не откликнуться на зов его народа, не учитывать, что там один из крупнейших арсеналов не только в Европе, но и в мире. Что ж, спасибо вам за эту беседу. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok